Приветствую вас, мои подписчики и зрители. Больше не буду кормить вас обещаниями и расскажу и покажу Камчатку и Северные Курилы с точки зрения на них с моря-океана, то есть со стороны яхтинга. Текста будет столько наговорено, сколько наговорю, а остальное просто картинки, может быть и с музыкой. Почему там надо побывать? Уникальная природа, много вкуснейшей рыбы и морепродуктов, люди хорошие. Парусных яхт, естественно, в размере маломерного судна на всю Камчатку, таких, которые могут вас отвезти к необитаемым бухтам самой Камчатки и ближайших островов, а это не только Курилы, но еще и Командорские острова, наберется десятка-два. Конечно, есть еще и крошечки, но это не для крейсерских плаваний. Понятно, что никакого чартера без капитана там нет. Специфики много, начиная от достаточно жесткого контроля властей до метео- и навигационной. Вся яхтенная жизнь сосредоточена в Петропавловске-Камчатском. Основное гнездо – это в центре у морвокзала, так называемый ковш. У пограничников ФСБ надо оформлять разрешение и согласование на выход. Без системы СДР слежения на дальних расстояниях, дальше 12 миль от берега отходить нельзя. Также на борту должен быть спутниковый телефон, чтобы, внимание, голосом сообщить о заранее согласованном переходе госграницы в точках с определенными координатами. За нарушение правил идут штрафы от 1500 рублей за каждое нарушение, если капитан физлицо, до десятков тысяч, если статус коммерческий, юридическое лицо. Если система СДР дала сбой, то надо голосом звонить каждые два часа. Если вы не поняли, что она не работает, то будут штрафы, и не один. Несмотря на то, что Курилы – российская территория, даже в районе северных Курил между ними есть проливы, например, 4-й Курильский, где расстояние больше 12 миль, и это переход границы туда и обратно. По прибытии в единственный город северных, впрочем, и средних Курил, которые вообще необитаемы, этот город Северокамчатск, к вам на борт поднимется пограничник и проверит паспорта. В общем, в Крыму у нас тут все гораздо попроще и полояльнее. По погоде. Летом примерно раз в неделю, а то и 10 дней, эти территории попадают под действие циклонов, идущих или со стороны Японии, или с Охотского моря. Укрытие есть, но надо все четко рассчитывать. Также здесь невозможно безопасно ходить без радара, так как туманы прилетают регулярно. Очень густые, там носа не видно. Температура воды в Тихом океане, ну, где-то 10-11 градусов была в июле. В Охотском море, в которое попадаешь, пройдя проливы через Курилы, вода заметно холоднее. Температура воздуха различается у полуострова и островов, в общем, по-разному. Ну, вот в конце июня была где-то 15-18 днем, иногда 11. Навигация, ну, прям скажем, не средиземка. Приливы около двух метров, но не полусуточные, а суточные. То есть низкая вода будет один раз в сутки. Соответственно, есть приливное течение, особенно заметное на входе в узкие заливы и в проливах между Курилами. А я сама встретила шестиузловое течение между Парамушир и Шумшу. Ну, оно все есть на карте, все прекрасно просчитывается к времени отлива-прилива. А в некоторых проливах, например, Екатерины, оно доходит до 10 узлов. Мне даже говорили про одинницы. Плюс много мест с слоем или толчаей волн. Это когда, например, ветра нет, а ты видишь волны. Такие белые плюшки, на которых лодку бьет с разных сторон, и она не особо рулится. Да, эти плюшки могут быть очень даже такие, крупненькие. А, ну, еще есть постоянное течение с севера Аясио. Сдущее со скоростью около узла. Кстати, когда оно у южных Курил встречает теплое течение Куросио, то там случается, ну, в общем, что-то типа Ахирасио. Не, я сама это не видела. Это рассказывал океанолог-метеоролог Леонид Дубайковский, который на своих лекциях вот прям прекрасно объясняет природу погоды. Очень рекомендую к нему сходить на лекции. Курилая Камчатка – цунами-опасный регион. И в 50-е годы мощное цунами уничтожило много поселков на Тихоокеанской стороне. А вот в самом Северокурильске, где сейчас чуть больше двух жителей, можно встретить несколько мемориальных досок в память погибшим от него. Остались заброшенные рыбозаводы на Атласово, ну, и много где еще бросанных поселков. Это все последствия цунами. Впрочем, сейчас цунами отслеживаются заранее, а в открытом море цунами не страшно. Про икру, красную рыбу, крабов, гребешков и прочее рассказывать я не буду. Хотя кое-что знаю, ведь удалось пообщаться с браконьерами. Очень приятные и образованные парни, кстати. Про медведей. Видела их только на берегу, находясь на борту, но следов встречалось много. Кстати, на самих Курилах их мало, а на некоторых островах нет и вовсе. Когда медведи сытые, а это начиная с хода рыбы, то есть где-то с июля, они людьми с точки зрения пищи, применения людей в пищу, практически не интересуются. А так надо носить с собой фальшфейер или специальный баллончик. Главное, чтобы у фальшфейера не оторвался хвостик активации, как вот у меня было на глазах. А при использовании баллончика медведь был с подветренной стороны. Там очень много разных необычных птиц, косатки плещутся, сивычи сидят на камнях. Дальше будет видео таких островов, как Шумшу, Парамушир, Аникатан, остров Атласова и южного побережья Камчатки со стороны Тихого океана. А для чего там нужна яхта? Ну, чтобы попасть на необитаемые острова и недоступные для автотранспорта бухты. Да тот же вулкан Креницыно, это просто фантастическое место. Это на острове Аникатан, кольцевое озеро, а в середине вулкан. Насколько в тех местах нужна именно парусная яхта, это, конечно, вопрос. Так как ветра в сезон, который длится где-то 3-4 месяца, там либо мало, либо много. Впрочем, попасть во все эти места можно и вертолетом. Но это, понятное дело, дорого и непредсказуемо из-за погодных условий. Даже дотационный рейс из Петропавловска в север Курильск, на него, кстати, можно свободно купить билеты, стоит 2500 рублей в один конец, я не оговорилась. 2500. А этот рейс запросто переносит на сутки и более по ценам. Вот реально дорого, стоят привозные фрукты и овощи. Все остальное, продукты первой необходимости, что-то чуть дороже материка, что-то так же. А рыба-то вообще дешево. Например, килограмм свежей нерки, кижуча, 400 рублей в магазине, горбуша еще дешевле. Гостиницы и даже СПА с термальными водами приличные такие. Номер на двоих простой, 6-7 тысяч рублей. Хостел в север Курильске, 5000 рублей за сутки. Там можно частную квартиру найти. Аренда машины, но с ограничением по выезду, за небольшую зону вокруг Петропавловска, от 2000 рублей за сутки. Но вообще, конечно, лучше с видом. Потому что полноприводный вариант взять в аренду, это прям вот совсем другой порядок цен. И неплохо бы знать, куда ехать. Так, а авиабилеты. Я улетала в конце июня в Москву, через Москву, с багажом. Так билет стоил 8200 рублей. Я не оговариваюсь. Вот такая вот специфика ценообразования. Дальше немного видео с озвучкой, сделанное мной прям при съемке. Ну и не только. Пишите. Всегда рада вашим комментариям и подпискам. И я обещаю вас скоро чем-нибудь еще развлечь. Как техническим, есть разные интересные и унастики яхтенного оснащения. Так и думаю, может котиков разных стран, снятых мной за годы с Китани, собрать в одном видео. Ну и еще есть всякие планы. А также продолжить серию вопроса и ответы. Ну все. Всем всего хорошего. Пока. Вот карта, мест, где мы ходили. Вот конечность полуострова Камчатка. Выше Патропавловск-Камчатский. Мы прошли вот оттуда. Обошли остров Шумшу, Парамушир. Прошли на Уникатан. Он тут не весь. Это здесь вулкан Креницына. Потом проливом, Четвертым Курильским проливом. Он большой. Здесь пересечение госграницы. За что нам выписали штраф. Потом расскажу, как и почему. Вот этим проливчиком, как называется, Третий Камчатский пролив, пришли к острову Атласова. Стояли у Атласова и зашли в Северокурильск. Вот сюда. Ну, потом пойдем, по-видимому, так и так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok